Я ставлю топор из стены и протягиваю руку к её ушам. Пробую за них потянуть, но они не снимаются. Блядь, ты ещё себя за хуй потяни, он тоже не снимется. Здарова, братаны! Вы на канале Дьюф Плей, меня зовут Евгений. И сегодня мы будем начинать проходить... За насколько новую новеллу, но перевод на неё появился на данный момент 5 дней назад всего лишь. Хотя вы её увидите значительно позже. Ну ладно, погнали! Wolf Tales... Wolf Tales... Начать. И сегодня у нас... Bad End Mirari. Я ещё в душе не ебу, кто это. Но погнали! Видите имя? Имя. Женя. Вол. Ох ты ж, ёптож. Парень. Бля, брат, только не говоришь, что завис. Бля, брат, только не говоришь, что завис. Сука. Знаете, в чём прикол? Игра-то не зависла, там топа надо было нажать Enter. Окей, окей. Всё норм, всё бывает. Как же холодно. Я пытаюсь разглядеть дорогу впереди. В моё отсутствие метель разбушевалась ещё сильнее. Сейчас я совсем не вижу перед собой. Уже почти дома. Хоть я и нахожусь в машине, дыхание всё равно обращается в пар. Он никак не может меня согреть. Боюсь представить, что было бы, если бы он сломался. А, автомобиль? Чем быстрее я вернусь домой, тем лучше. Не хотелось бы застрелить здесь посреди леса в метель. Остановившись перед хижиной, я выключаю двигатель. В машине снова становится холодно. И я уже почти жалею, что сделал это. Мне всего лишь нужно добежать от машины до хижины. И я снова окажусь в тепле. Ну, вперёд! Я на полной скорости влетаю домой. Несмотря на тёплую одежду, холод пробирает меня до костей. Эм, не теряя ни секунды, я захлопываю за собой дверь. Ветер, бушующий на улице, перестал шуметь в моих ушах. И вокруг стало довольно тихо. Теперь в доме слышен лишь стук моих зубов. Здесь, конечно, теплее, но всё же не настолько, чтобы сразу снимать пальто. Если я сейчас разденусь, то время моего проживания в этом доме резко сократится. И какому психу могла прийти идея жить в таком месте? Никто не ответил, ведь я спрашивал самого себя. Однажды я решил, что мне будет гораздо приятнее жить в одиночестве на краю мира. Ну что ж, меня ждут горячий ужин, крепкий чай и сладкий сон. Во время метели мне хочется хотя бы быть сытым и оставаться в тепле. Я набираю чайник воды и ставлю его кипятиться. Слава богам, что я подумал об электричестве в доме. Без горячей воды я бы тут долго не протянул. Запасов еды мне хватит до лета. А там уже можно будет и в город съездить, незамерзнув при этом насмерть. Так что жить можно. Кому-то может показаться странным, что парень живет один в таком уединенном месте. Можно сказать, что это отличная возможность для меня показать, на что я способен. Выжить в одиночестве посреди леса под силу не каждому. Впрочем, у меня и выбора-то особого не было. Пока я думаю об этом, меня снова начинает трясти. Я чувствую, как холод прошелся по моей щеке. Кажется, что если я сейчас сниму пальто, то и вправду получу обморожение. Странно, здесь не должно быть так холодно. Понятно, что на улице метель, но хижина надежно утеплена. Как будто кто-то оставил дверь открытой. Я иду проверить кладовую, чтобы понять, откуда в доме этот холод. Проверяя окна, я улавливаю шум ветра. Это может означать лишь одно. Дверь черного входа открыта. Вот оно что. Я наспех убираю снег, мешающий двери закрыться. Захлопнув дверь, я подпираю ее несколькими ящиками. Теперь она уж точно навсегда останется закрытой. Это должно сработать. Но как дверь открылась в первый раз, я точно запер ее перед уходом? Может, с замком что-то не так? Эх, ладно, черт с ним. Придумаю что-нибудь потом, а пока я просто хочу загреться. Я разворачиваюсь и уже собираюсь идти на кухню, как вдруг наступаю в лужу. Блять. Похоже, снег успел растаять. Надо вытереть. Потом. И тут меня охватывает ужас. Здесь не просто лужа. Здесь следы мокрых ног. Я иду по следу, надеясь, что это не грабитель или какой-то дикий зверь. Черт, кто тогда? На всякий случай, я беру с собой топор, стоящий у двери. Извини, друг. Возможно, ты, как и я, просто хочешь укрыться от холода, но мне придется тебя прогнать. С топором в руке, я продвигаюсь вглубь кладовой. Неважно, человек это или дикий зверь. Неизвестно, кто окажется опаснее. Кто-то прячется в кладовой. Подойдя ближе, я готовлюсь отразить возможную атаку. Ох, ты ж бля. Чудо такая раздетая. Это... девушка? Какого хуя? Я опускаю топор, увидев нечто потрясающее. Да-да-да-да. На полу моей кладовой действительно сидит девушка. Вся промокшая, она дрожит, а ее дыхание очень неровное. С бледным лицом и синими от холода пальцами она рискует замерзнуть на смерть. Но это еще не самое удивительное. Хвост? И уши? Да не может быть! Я ставлю топор из стены и протягиваю руку к ее ушам. Пробую за них потянуть, но они не снимаются. Блядь, ты еще себя за хуй потяни, он тоже не снимется. Тяну чуть сильнее, все еще сомневаюсь. Но похоже, что это не подделка. Это настоящие волчьи уши! Возможно, она что, какой-то получеловек-полуволк? Невероятно, ничего подобного я прежде не видел. Мне это кажется, не что я отморозил себе мозги. Ох, ее всхлипывание возвращает меня в реальность. Ладно, неважно, кто она и как тут оказалось, если я и дальше буду так стоять, то она может умереть. А в остальном я буду думать потом, а пока нужно убедиться, что с ней все будет в порядке. Я хватаю полотенце с полки и смахиваю с нее остатки снега. Прикасаясь к ее коже, я понимаю, насколько она близка к смерти. Такая холодная, что даже через полотенце мои руки замерзли. Она ужасно бледна и постоянно дрожит. Я отчаянно пытаюсь согреть ее, растирая полотенцем. Как я не стараюсь привести ее в чувство, она не просыпается. Находясь без сознания, пусть и слабо, она все же продолжает дышать. Черт, это не поможет. Придется действовать по-другому. Как? Она все еще без сознания. Постепенно ее кожа снова приобрела здоровый цвет, а дыхание выровнялось. Она перестала дрожать. Мне даже показалось, что на ее лице появилась легкая улыбка. Пока рано расслабляться, но похоже, что теперь с ней все будет хорошо. Ух, заставила же она меня поволноваться. Думаю, сухая одежда и крепкий сон, вот все, что ей сейчас нужно. Братан-то, ты ее полости раздевал, получается? Красава! Хорошо, что я хоть чем-то могу ей помочь. Не все же, что мне делать, когда она проснется? Метель на улицу стихла, теперь она может безопасно уйти, когда придет в себя. Хотя, надо будет ее покормить. Она уже долго спит, да и вчера чуть не замерзла на смерть. Наверняка, я еще и проголодалась. Позабочусь о тебе. Пока я размышляю вслух, девушка начинает приходить в себя. Я замечаю, как она двигается. Ее веки и губы дрожат. Она вот-вот должна проснуться. Ммм, что случилось? А? Не, чувак, ты ее не переодел. Если бы у тебя такая была одежда, я бы удивился твоим вкусом. Она широко раскрывает глаза, не понимая, где оказалась. Осматривая комнату, девушка, очевидно, пытается вспомнить, что бля вообще произошло. Ох, точно, я вспомнила. Я попала в метель. Нашла укрытие, но я думала, что это место не настоящее, Мираж. Кажется, ей чуть не погибло. Я правда жива? Да, правда. Ну, насколько я могу судить. А? Девушка подскакивает от испуга. Неужели она все это время меня не замечала? А ты? Это же... Она пытается что-то сказать, но не может связать и двух слов. Стоило бы объяснить ей ситуацию, чтобы она не паниковала. Я нашел тебя в своей кладовой. Ты сидела на полу без сознания. Перенес сюда и отогрел. Ты смогла запросто... Ты могла запросто погибнуть, если бы я тебя не заметил. Когда я обнаружил тебя, ты была еле жива. Вся бледная и едва дышала. Девушка опускает голову, пока я рассказываю, что случилось. Она проверяет на себе одежду. Похоже, ей удивляет, что... Та совсем сухая. Моя... Моя одежда? Это ты? Я отвожу взгляд. Ну да. Я переодел тебя. Но пока ты чего не подумала, я сделал это, чтобы спасти тебя. Вовсе не ради любопытства. Твоя одежда была мокрая, ее нужно было просушить. Прости, что не мог спросить твоего разрешения. Так же, как и я, девушка отводит взгляд в сторону. Тем бы она ни была, ей наверняка неприятно от того, что незнакомец видел ее голой. Да тем более, парень. Я уже готов услышать негодование в свой адрес. Спасибо. А? Девушка смотрит на меня. В ее глазах читается искренность. Она снова говорит со мной. Прости меня. Я ворвалась к тебе в дом, использовала его как укрытие. А ты все равно помог мне. А? А-а-а, так ты об этом? Да, я почти ничего не сделал. Ты попала в беду, и если бы я был на твоем месте, уверен, ты поступила бы точно так же. Я всего-то и сделал, что согрел тебя и переодел в сухую одежду. Ничего особенного. Нет, для меня это важно очень. Если бы ты не помог, я бы... Она не успела договорить, как нас прерывает свист чайника. О, время завтрака. А чё до улицы так темно? Он чё, в такую рань встает? Извини, я отойду на минуту. Я оставляю девушку в покое и направляюсь на кухню. Сняв чайник с плиты, я достаю с полки миску для своей гости. Завтрак? То есть, уже утро? Да, ты проспала всю ночь. Я открываю два бич-пакета. Я же самостоятельный. И заливаю горячей водой. Взяв с собой две вилки, я возвращаюсь с подносом обратно в гостиную. Ну, вот. Нужно подождать пару минут, и можно будет есть. Когда я ставлю миску перед девушкой, она с удивлением на неё смотрит. Мне нужно есть вот это? Что это? Какой-то суп? Ну, чё-то вроде того. Это лапша быстрого приготовления. Чтобы её приготовить, достаточно положить её в тарелку, залить горячей водой и подождать пару минут. А бывают ещё в отдельной таре и с разными вкусами. Быстро, легко и иногда даже вкусно. Но главное, согревает. Я увлечённо рассказываю ей обо всех прелестях холостяцкой жизни. Перемешивая лапшу вилкой. Наблюдая за моими действиями, девушка осторожно берёт вилку. Какое-то время она не решается, но вскоре начинает повторять за мной. Да, всё правильно. Просто делай вот так. Её нужно немного размешать, а то приправа не растворится. Эксперт под ошираком, блядь! Приправа? Да, она придаёт аромат и меняет вкус лапши. Ты раньше не пробовала ничего такого? Девушка отрицательно качает головой. Я знакома со многими особенностями человеческой культуры. Хотя большинство из них мой народ не одобряет. Но несмотря на это, еда быстрого приготовления... Это что-то новое для меня. Ого! Правда? Навезло, наверное. Меня удивляет, что она ответила мне столь красноречиво. Всегда думал, что те, кто живёт в лесу, не слишком-то цивилизованы. Чё уж говорить про странных существ вроде неё. О, боги! Я совсем забыла! Воспользовалась твоей добротой, но даже не назвала своего имени и не спросила твоего. А, ну да. Думаю, ты права. Но это не так важно. Ты же не собираешься оставаться у меня жить или... Меня зовут Мирари. Моя стая живёт за той горой. Когда началась метель, я так и не смогла к ним вернуться. Ещё раз спасибо, что спас меня. Она говорит так быстро, что я не успеваю понять половину её слов. Похоже, она сильно разволновалась. Мирари делает несколько глубоких вдохов, после чего успокаивается. Хм. Рад знакомству, Мирари. Меня зовут Женя, и я живу здесь один. Поэтому... Женя. Да? Женя, 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 Женя. Хорошо, я смогу его запомнить. Что ты имеешь в виду? А? Ох, прости, я не хотела тебя обидеть. Человеческие имена звучат неправильно. Блядь. Спасибо! И если я не повторю их несколько раз, то могу забыть. Что ж, понятно. Как бы то ни было, Мирари. Да, Женя? Я думаю, уже готова. А? Я смотрю на наш завтрак. Лапша разбухла, впитав в себя воду. Полагаю, можно приступать к еде. Ах, да, конечно. Мирари берет в руку вилку и смотрит в свою миску. Затем начинает черпать бульон вилкой. Она пробует так еще пару раз, затем я решаю ее остановить. Ты можешь выпить бульон позже, когда съешь лапшу. Вот, смотри, как это делается. Под пристальным взглядом Мирари я беру свою вилку. Опустив ее в миску, я делаю несколько оборотов, наматывая на нее лапшу. Затем набиваю лапшу в рот и начинаю жевать. Я поняла. Еда плавает в горячей воде, чтобы не обжечься. И чтобы не обжечься, вы используете эти приборы. Ммм, очень вкусно. Теперь сама попробуй. Я? Конечно, для этого я и показываю тебе, как правильно есть. Не волнуйся, это просто. Берешь лапшу вилкой и тянешь ее в рот. Хорошо. Я попробую. Мирари с опаской опускает вилку. Изо всех сил, подражая моим действиям, поднимает ею лапшу. Но в итоге почти вся лапша падает обратно в миску. Счастье для Мирари, на вилке все же осталось немного лапше. Посмотрев на непонятный объект, она отправляет лапшу в рот. Ммм, вкусное, не правда ли? Это, это, это восхитительно. Как что-то настолько вкусное можно приготовить так быстро. Девчоль, ты просто голодная. Ага, ты преувеличиваешь. Мне нравится лапша, но это далеко не шедевр кулинарии. Мне кажется, что ты сейчас так голодна, что тебе и черствый хлеб покажется вкусным. Любая еда вкуснее, если долго ничего не есть. В этот же момент я слышу, как урчит живот Мирари. Ее лицо заливается румянцем. Она склоняет голову от стеснения, что ее выдал собственный организм. Мирари снова берет вилку и пытается есть. Понимаешь, о чем я? Впрочем, в этом месте всегда хочется есть. Тело сжигает много калорий, пытаясь сохранить тепло. Я бы удивился, если бы после всего того, через что-то прошло, тебе бы не захотелось есть. Только Мирари собирается еще раз поднести вилку к рту, как внезапно останавливается. А почему она внезапно останавливается, мы узнаем уже в следующий раз. А сегодня на этом все. Всем спасибо за просмотр и всем пока!